Не согреться даже дома. Проблемы с теплом до сих пор испытывают жители Дегтярска. Почему котельные до последнего простояли без топлива, выясняли сегодня представители областных властей и наши корреспонденты. Наталья Кагай – многодетная мама. Из пятерых малышей в детский сад ходят двое. Но сейчас с детьми приходится сидеть дома. Учреждение закрыли. Детский сад закрыли, потому что очень холодно в группах. Плюс 9 градусов было в группе всего. В детские сады Дегтярска пустуют, но не согреться и дома. Пенсионеры, у которых нет возможности купить обогреватели, вынуждены греться, включив газовые комфорки. Нас издеваю на себя. А то еще мало. А то и шайпу ховываю еще. Ну, слушайте, такого издевательства из народа я еще не помню. Замерзшие и отчаявшиеся дегтярцы вышли на улицы города, надеясь хоть так привлечь внимание властей к холодным батареям в своих домах. Мы вышли на улицу согреться, потому что в домах нельзя ни лежать, ни сидеть, ни работать. Тепло в дома, говорят в администрации, не поступило из-за отсутствия газа. Долги дегтярской теплоснабжающей компании 45 миллионов рублей. В ситуацию пришлось вмешаться областным властям. Урал-Севергазу предоставили гарантии, и компания согласилась поставить голубое топливо. Однако батареи в домах и тогда теплее не стали. Почему, выясняли сегодня региональные власти. Отдельными управляющими компаниями и должностными лицами саботируется подача тепла. Если не будет выполнено наше требование, значит будут применяться меры воздействия, в том числе со стороны прокуратуры. А с должностных лиц мы и сами спросим. По словам чиновников, подготовка к отопительному сезону в Дегтярске прошла из рук вон плохо. Этот муниципалитет взят региональными властями на особый контроль. Несмотря на саботаж местных коммунальщиков, ситуацию переломить удалось. Уже сегодня газ поступил в котельные Дегтярска, а значит батареи в домах нагреются в ближайшие дни. Ксения Лукина, Александр Соливанчук, События ОТВ.